Девушки отдыхают 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 Да Девушки отдыхают А что ж смолчала-то? Ой, цыганушка Давно ли таким пугливым стал? Вечером буду. Лизка! Что? Ты с нами за ягодами завтра пойдёшь? Пойду. Спасибо, Маруся. Только встать пораньше надо, дозорьки. Боюсь проспать. Сойди за мной, пожалуйста. Ладно, ладно. Ну чё, бабы все, что ли, а? Здравствуйте. Пойдёмте. Здравствуйте. Ох, ох, как нам всё успеть-то, а бабоньки? Ай, сил где взять, сиротина, три шкуры дерёт. Ой, ну да хватит языками чесать. Норма есть норма. Государством дадим. Ага, государство. Ты вот лучше расскажи нам, как это у тебя так лодка всё вчера получилась? Мальца спасла, а он-то и не дышал уже. Ты прям как доктор. Раз, два и на ноги. Да? Училась, что ли, где, а? Да какой я доктор? Так, на курсах медсестёр. О, вот сразу видать, человек-то учёный. Мы-то все подрастерялись, а ты молодец. Смелая элитка, ничего не боишься. Спасибо. Ну ты чего хоть? Чё нос-то повесила, а? Тебе ж радоваться надо, а? Гляди, веселей. Ты ж человека спасла, а? А сиротина-то? Ты не глядишь, что она баба злая. Мы же все ведь войной обиженные. Она хорошая, она тебя отблагодарит. Ага, но норму уменьшит или выходной выпишет, жди. Ха-ха-ха, элитка. Языка, кстати, какая-то. А зато правдивая. А ты уже веселее глядишь. Радуешься чему-то, да? Чему? Показалось вам, тётя Маланья. Ты знаешь, когда мне что-то кажется, я всегда тайком кричусь. Открыто-то ведь нельзя. Вон как глаза сияют. Не замажешь. Так Гриша Сиротин на поправку пошёл. Я заходила к нему сегодня. Молодец, крепкий парень. Вот и радуюсь. Видите, я пригодилась вам. Да, пригодилась. Вся деревня тоже признаёт. Бабок тебе подобрели. От меня даже отстали. Роднёй моей тебя уже считают. Тётя Маланья, я знаю, что должна вам всё рассказать. Но не могу пока. Слов не подберу. Ничего ты мне не должна. Я тебе давно уже сказала. Живи спокойно. Спасибо вам. Ой, только спокойно ли. Здравствуйте. Здравствуй. Может быть чаю попьёте? Да не до чаю мне. Мне бы вон с посевной разобраться. У нас земля сама, видишь, северная. Что посеешь, вряд ли спожнёшь. А погода? То зима бестолковая, снега нету. Вон, повымораживало всё до мая. То в июне дождь. Вот так и живу. От посевной до уборочной. Ой, да как же мне государству норму-то эту сдать, а? Тут ещё ты на мою голову без документов. Гриню моего я тебе, конечно, до конца жизни не забуду. Долгу я перед тобой. Но закон нарушать не дам. В общем так, хватит тебе через день вместо Малани на поле ходить. Я тебе ведомость пропишу, а потом справку выдам о трудоднях. О том, что дадено и что не дадено. И работать будешь наравне со всеми. От меня поблажек не жди. На мне план. На мне люди. Я ведь всё время думаю о том, чтобы никто в моём колхозе с голоду не помер. Эх, помощники мне нужны. А то всё тяну сама. Да ладно. Пошла я. Спасибо вам. За всё. За то, что не прогнали. За то, что поверили. Спасибо. Я тоже перед вами в долгу. Хорошая ты баба. Хоть и молодая, а хорошая. Да жаль мне тебя. Пропадёшь ты здесь. Чужое добро пересчитываешь, Рая? Чё это чужое-то? Я здесь и моё. Никогда я не была охоча до чужого добра. А своё не отдам. Совсем не рад мне стал, да? Целыми днями пропадаешь. Вон бабам все заказы переделал, а мои в углу валяются. Ночью придёшь? Зачем? Ну, дров нарубить. Воды надо таскать. Может, ещё чем поможешь? Я и так Рая помогу. Я всем вдовом помогаю. Ты же знаешь. Знаю. Просто я думала, что я особенная. Да некогда мне. Работы много. Бабам обещал. Не приду. Малышка. Давай! Малышка. 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 Да ближняя, ни дальняя, Да на лицо румяная. Самостатная, чирно-правая, Приветливая. На работу, что удалая, Примерная, protection, О, все, поем, бабоньки? Да, мы поем, поем, так вот еще и пляшем. Ой, так я вижу, плясуньи-то какие. А ты куда ж такая вырядилась, а? В горах столь на танце, так вроде далековато. Так а что, я не баба, что ли, или платья у меня нет? Есть, есть, а платье, да, хорошее платье. Так что ж одна собралась, вот гаражиху нашу тоже прихватила. Да прихватила бы гаражиху-то, а где она, гаражиха-то твоя? Так ее мамка не пускала. Да, они вот так вдвоем дома сидят. Да, да, да. Мамка-то ее не пускает, да и меня тоже, знаете, что дети дома ждут. А весела я весела, а меня любит, да васела. Да, красавица у нас, Раиска. Ой, красавица-то красавица. А все одно разлюбил ее цыган. Да ну, не может быть. Может, может. Ладно, бабы, давайте пойте. Парень девушку целует, провожает на крыльцо. Вот тебе моя сосновушка, да с яхарком кольцом. А-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Тебе что, Рая, пустояльца-то дома твоя? Еду готовят. А что? Да. Да ничего. Картошку вечером тебе занесу. Будешь из кузни идти, ведро мое захвати. Ладно. Значит так, бабы, все, что велено, выполнить надо. А потом мы по грибы, по ягоды. Куда скажешь? А зимой чего будем есть? О, а еще продать что-то надо. Да разве ж это деньги? У грибов два ведра налоги, как на все четыре. Да вот и имя, Игорь Шанфиско. А те грибы-то еще полдня нужно собирать на полусогнутых. Я что-то не пойму. Вы что хотите, бабы, чтоб я налог, что ли, отменила? Вот в Москву, в Кремль, вот там давайте права качайте. И в Москву и давай. А говорила ты, будто нас к соседнему колхозу присоединять будут. И соглашала. Вы мне скажите, это зачем вам? Вы понимаете, что вам лишнюю работу добавят? Или не понимаете? Ну и ладно. А там вон сколько мужиков-то, а? И нам в два колхоза все подручнее было бы. Да как же вы не поймете, бестолковые. Вам же норму сдачи повысят, вы же работать будете как лошади. Так эту норму, эту норму вместе-то сдавать легче будет. Легче всем миром. Хорошо, ладно. А хуже-то не будет. Не будет, вот уполномоченный приедет, я ему заяву напишу. И пиши. И напишу. Только смотрите, чтоб потом хуже не было, чтоб потом не рыдали и обратно не просили. Ладно, ладно, ладно. А чем сидеть-то, конечно. ура! Такой типех... Оо! Ооо! Так, так. Она его выдохла как умиранечет. Ой! Да. Тихо. 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 Ах! Поехали. 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 Ой, вот ты где? Теть Маланя, что-то случилось? Да ничего особенного. К нам полномочные собираются. Так что ты лишний раз вечером по двору нежастой. Чуть что, сразу на чердак и сиди там, он не высовывается. Мало ли что. Знаешь, лишний раз ему на глаза показываться не стоит. Здорово. Здорово. Раис, а ты куда? Уехал же он еще утром. А, да? Забыла, голова садовая. Ну ничего, завтра вернется. Да какой завтра? Через неделю только ждать сказал. Да? А, понятно. Гришка. Что? Мама, дома? Дома. Ух ты. Да я тут смотрю прямо в день октябрьской революции. Честнее слово. Да ладно тебе. Чем богаты? Чем богаты? Не нормы сданы. Документы в порядке. И ты в новом платье. Ты когда успеваешь-то? По ночам, что ли? Ты и новое платье заметил. Он еще ведомости-то ведь не проверил. Может, еще и хвалить не за что. Да я уж по тебе вижу. У тебя все в порядке. Ну, что? Давай выпьем, что ли? Ой, конечно. И ты за компанию. Я один пить не буду. Бимаги потом посмотрю, никуда не денутся. За компанию я. Ай, посиди со мной рядышком. Посижу. А я на тебя полюбуюсь. Давай завстречу. Я же вижу, как ты меня ждала. Я вижу, как ты меня ждала. Вроде как по работе, а вон, на что получается. И бабы начнут болтать языками, мол, нарочно это она. А я ведь, я ведь не нарочно, ты меня знаешь. Знаю. Знаю. Я тебя, Даша, три года знаю. Можешь не стараться, хуже не подумаю. Где до вас баб злой, еще с войны. Вот это ты знаешь. Бабы они тоже знаешь, разные бывают. А пойди, вас разбери. Скучала? Все глаза проглядела, думаю, где же ты мой Колюшка-то, а? Работа нервная, не случилось ли чего. Ой, а сама-то я, господи, как, как гвоздь. Спина прямая, на бабу на своей хору с утра до ночи. Ну, что я могу сказать? Как всегда, рад бы придраться, да не к чему. Молочку. Спасибо. Ну, а ты скажи, пожалуйста, зачем тебе с этим соседним колхозом объединяться? Это ж разве я? Это бабы просят. Все бабы, шли бы они, знаешь, лесом твои бабы. Бабы, ты ответственный. Ты отвечаешь за каждую живую душу. Вот ты и решаешь, как лучше. Угу, решишь тут. А ко мне тут еще одна живая душа прибилась. Малане Кузяевой родня приехала. Да вот что-то загостилась, уже больше месяца живет. Ну вот. Она Малане вначале помогала, а я потом ее ведомости прописала. Так она у меня, знаешь, норму целую дает. Как зовут-то? А вот, Лида Смирнова. Лида Смирнова? Угу. Подожди, что-то знакомая. Лида, Лида. Лида. Лидия Смирнова. Ну да. Что, я не понимаю, артистка, что ли? И у вас здесь в деревне? Да он. За тысячу верст от Москвы? Ой. А вот мне интересно, документы проверяла? Да какие документы, Коль? Леша, ты сдурела, что ли? А если она беглая? Ну на секундочку, подумай. Она унарктистка тебе назвалась. О себе думаешь хоть чуть-чуть? Колюшка, да какая она беглая. Сразу видать, несчастная баба. А если и сбежала от кого, так это от мужика своего. Документы. Документы при ней. Документы. За мухрышка. Мы ее в одном платье нашли. Ой. Жалко ее. Жалко мне ее стало. А себя не жалко? Тебя посадить могут. Двум смертям не бывать. Она мне Гришку с того света достала. Долгу я перед ней. До конца жизни. А обо мне ты подумала? А меня ведь не посадить. Меня расстрелять могут за это. Легко. А ты, когда семь шкур с нас дерешь, да по две нормы в день сдавать заставлял, много о нас думал? Ты моих баб видел, как они по двадцать часов в день работали, а потом в поле-то засыпали? Много ты о нашей земле знаешь. Ты не бойся сажать-то привык, да только не в землю. Ну так вот и сажай. Я давно поняла, мы до тебя так, грязь. И земля наша тоже грязь. Дура ты, Даша. Как язык-то только поворачивается. Спасибо. Все подписал. Ну, если что, пеняй на себя. Меня спросят, буду молчать. Плохо ты меня знаешь, а на печку пустила. В чем только думаешь. Все, бывай. Буду теперь месяца через два. Ты куда я собралась? Так девочки песни петь позвали. Собрались уже, наверное. У Раиски, что ли? Слышала, слышала. Ну да. Это она по цыгану так тоскует. Компанию вся собирает. А что, тетя Маланя, цыган с Раисой у Раисы живет? Ну что ты. Этого бы ей очень хотелось. Но только он жеребец гордый, сильный. Пади его заставь. Это только если по рукам и ногам стряножить. Ешь. Ай, бедовый он. Это как так бедовый? Беда к себе притягивает. Понимаешь, это с войны еще. Он воевал? Да кто же его знает-то? И вообще кто он? Откуда он? Прибился вот к нам. Говорят, у него семья во время войны погибла. Вот. Так что теперь поле, лес, речка. Его семья. Ну пей, пей молочко. Отгорела косынка, Отцвела, отлиняла. Я все это косынку С головы снимала. В ней косила и жала. Не гребла и копнила. От июньского жара. От дождя не хранила. Девки. Да что-то грустно поем-то. Давайте какой-нибудь веселый наш повеселее. Ой, правда, давайте не могу. За нас. За девочки, судья-то нелегкая. Давайте за нас. Запивай. Ой, ниточка тоненькая, Мактавилица зелененькая. Ой, дувай, дувай, дай, дувай. Ой, дувай, дуй, дай, дуй, дай. А чего не поешь? Не всегда петь хочется. Иногда ей поплакать надо. Обидел кто? Нет. Речку слушаю. От нее почему-то плакать хочется. Это потому, что вечер. Утром она по-другому жорчит. Как дети смеются. У тебя были дети? Были. И жена была. И дом. Все было. Или ты думаешь, я всю жизнь по чужим деревням жил? Нет, я так не думаю. А обо мне ты что думаешь? Я, я, я просто о тебе думаю. Плачу. А что? Камэскам это джаз. Хе-хе-хе-хе. Плачу, лачо. И руководство. Это нормально. Плачу. Руководство. Руководство. Бабы-цыганушку на охоту собирают. Надолго? На неделю. О, ты господи. О, ты господи. Лин, ты посмотри, опять дождь собирается. Ты беги в деревню. Присмотри за стадом. И помоги загнать слугов в хлев. А Сиросина что скажет? А чего она скажет? У нас стадо всего три с половиной коровы. И их потеряем. Дети ж за ними присматривают. А с детей какой спрос. Да, кстати, за детьми тоже присмотри. Разведи их по избам. А то опять охламоны придумают чего-нибудь, как в прошлый раз. Давай, милая, помогай. Ладно. Спасибо. Чего? Чего? Ух, корова. Ты… Ты же уехал. Я не могу уехать, не попрощавшись. Ладно. Ладно. Спасибо. Спасибо. О, погоды стоят, да? Слава Богу, видишь, все собрали. Слушай, Сиротина-то грозилась завтра выходной дать. Пойдем за грибами. Маланья! А? Ну чего, давайте собираемся домой. Мы уже закончили давно. И нет! Нет! А кто победил в соревновании-то? А не поверишь. Раиска. Ударница! А вот и ударница. Что-то, правда, притомилась наша ударница. Видишь, вон сидит, бледная какая-то. Две нормы дала. Упорная заража. Ну что, бабоньки, молодцы! Спасибо вам! Все, завтра все отдыхаем, слышите? Так что можно вот завтра и в грибы, и в ягоды. И в баню! И в баню! И в речку! И в кино! И в парикмахерскую! Да хоть куда хотите! Ну что, завтра, между прочим, можно кому-нибудь покрасить, помазать. Городку побеждать, сбывая. Куда ты заслужил? Там до сих пор дома-то, что вы здесь сделаете. А вы не думаете, что вы это делаете. Бля, поднимаюсь, можно. Усти- сиди- сиди. Вот так вот, вот, вот! Вот, вот так вот. Ага! 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 Вот. – Здрасьте. – Ой, гости. Смотрю, без дела-то не сидите, что ли? Так завтра ж снова в поле. Ой, воды попью. А ты чего? По делу, а и так отвлекать нас пришла. А я и хотела попросить. Березовый. Не для себя. Сама знаешь для кого? Для цыгана. С охоты, что ли, вернулся? Вечером должен. А чего так торопись-то? Может, он еще не схочет? А чего это он не схочет? У меня новости для него важные. Когда это цыгану интересны были бабе новости. А вот интересно, чей будет. Потому что новость-то у меня про него. Ребеночек у нас будет. Девку, наверное, нарожу. Прям девку. А чего не девку-то? У них девок нарожала. Ой, бабе ботольет. Веник-то не забудь. Там на синях висит. ПОДПИШИСЬ Продолжение следует... Раиска где? Дома осталось. Плохо ей. Все, цыганушка. Дальше я одна пойду. Уходишь? Да. И не ищи меня больше, как сегодня. Я не смогу. Сможешь. У тебя семья теперь. Но ты же свободна. Я тоже не свободна. У меня теперь тоже семья. Тетя Маланья. Давай уедем отсюда. Давай уедем. Прощай. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот оно, как все повернулось. Ну, не плачет. У меня сердце от твоих слез разрывается. Ну, все. Придет еще и твое счастье. Придет, ну, бери, ну, бери, ну, бери. Тихо, 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 тихо. Ну, поблажь, поблажь. Ну, поплачь, поплачь. Легче, стой. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ой, Раиска, ты бы чего потеплее на ноги-то одевала, а? Так оно вроде не холодно. Здрасте всем. Садись, посиди. Тяжело, небось, стоять-то? Чего тяжело-то? Первый раз ношу, что ли? Иди сюда. Цыгана с охоты домой ждешь? Не с охоты, с рыбалки. Он же у нас то на охоту, то на рыбалку зачистил что-то. Шла бы ты домой, Раиска. Не придет он сегодня. К ночи, может, появится, а так нет. Да капуста мне без него дома-то. И тошно. Лучше с вами посижу. Ты посиди. Да. Всем пусто. Всем тошно. Вот так вот я и стала медсестрой, а мечтала быть ветеринаром. Смотрю я на тебя, и гордость меня берет. Не зря я тебя дочкой своей считаю. Да, в общем-то, и нечем гордиться. Войну я только в госпитале видала. А так. А я все равно горжусь. И то, как ты Раиску пожалела, тоже горжусь. Так а как же? Ведь детки. Тетя Малайя спасает! Мама рожает! Боже мой, Лида! Лида, быстрее! Будешь помогать мне! О, Господи! Надя, Надя, Катин! Надя, Катин, идите в баранье в дом, нажите спать! Весь этот глазер! Все, все, все! Ну, ничего ты растелся! Уйди отсюда! Лида, помогай! Лида! Шикурс, садись! А-а-а! Тетя Малайя! КОНЕЦ 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 О, забыт, о, заброшен С молодых юных лет Я остался сиротою Счастья доли мне нет Я остался сиротою Счастья доли мне нет Ну что, бабы, давайте еще раз помянем Раису Давайте помянем Вечная память Плачу Несу, несу, малачу Выгоншалай Мы тебя сейчас оденем Да, хороший мой мальчик Ты, мальчик Тихо, тихо, тихо Аааа Тихо, тихо, тихо Потерпи, мой маленький Тихо, 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 тихо Ты мой хорошенький, мама. Дрова нужны? Нет, я принесла уже. На сегодня хватит. Подержи пока, я оделась. Смелее, не уронишь. Головку придерживай. Ох, несогласная я с тобой, Даша. Нельзя Раискиных девочек разлучать. Вон собака ихняя, и то с ними неразлучная. Объясняю я тебе, баба эта дура, не прокормишь ты их обоих. И не уследишь. Ну а чего за ними следить, а? Они вон взрослые уже. И помощницей были Раисе. И всюду с ней семья все ж таки была. Ты мне знаешь что, Мария, не реви давай. Ты знаешь, меня этим не проймешь. Я слезам не верю еще с войны. Ладно, девчонок разлучать не буду. Пусть у тебя живут. Ой, спасибо тебе. Ты Раиски подругой была, они к тебе более привычные. А мы будем помогать, чем можем. Да и пацана ее надо на ноги ставить. С цыгана, видно он по всему. Отец-то и никакой. Да что ж за год-то такой будет, а? Если так начинается. Ой, Литка, заходи. А как ты узнала, что это я? Ну это ж твоя городская мода всю достучаться. Одна только ты так делаешь. Все остальные так без стука заходят. Катерина, Надя, здравствуйте. Чего вы не здороваетесь? Вот, держите. Тетя Маланья вам тут сушеных яблок передавала. Не привыкнут никак. Да ты, ты на них не обижайся. Дети все-таки. Надюшка только о тебе говорит. Да, она к тебе хорошо. А Катя, Катя вот все время плачет. И ничего мне не сделать. И так, и эдак. Тут время надо. Да. Да. Лит, ты чайку попьешь? Да. Нет, пойду я. Там Маланья дома одна с маленьким. Лит, ты посиди. Посиди, посиди. Ну ты что? Они сейчас малость поуспокоятся и выйдут. Ну, они теперь ко всем так. Не хотят видать жалости. Стесняются. Ну что делать, дети? А тут, знаешь, каждый норовит поголовки погладить. Нет, я пойду. Скажи им потом, что жду их в гости. Пусть придут хоть на брата поглядеть. Он уже большой. Такой смышленый растет. На них очень похож. И на Раису. Скажи им, что жду их в любое время. Тетя Лида. Мы придем. Выкладывайте, что пожаловали. Не языками же чесать. Это мы хотим в город съездить, Даша. Поторговать. Ну так а я тут при чем? А при этом, ты же все про налоги знаешь. Так вы сами все про налоги знаете. Если будете на рынке с бумагами торговать, то большие налоги заплатите. А если бы с бумаг? Поймают и посадить могут. В общем, поедем мы к Любкиной знакомой одной в город. Через нее все и продадим. Тебе говорим все как есть, чтоб ты знала. Вот бабы, а! Ну что за народ! Значит, сами под монастырь себя и меня туда же. А давай! А жить как? А? Как до лет это дотянуть? У всех дети мало-мало-меньше. Да ты не боись, мы тихо все сделаем. Мы же тебе так говорим для порядка, а если что, так ты ни сном ни духом. Мы сами все сделаем. Тебе ничего не будет. Мы же все по-честному, по-человече. А десятую часть со всей торговли мы промеж собой договорились, Маруси отдадим. Раисеным девочкам, Надюшке с Катюшкой. Ладно. Устала? О, садись с нами чай пить. Да поздно уже чаевничать. Дрова на утро я смотрю, у вас есть? Есть. Завтра утром буду. Ох, вот характер. Да уж, спасибо от него вряд ли дождешься. Не привыкший он. Ни семьи, ни детей. Спасибо-то ведь кому-то говорить надо, а у него никого. Никого. А сын? Сын он тебе сын, мне сын, бабам нашим сын. Сын полка, слышал такое выражение? А цыган, видимо, как был перекатив поле, так и останется. Не хочет он этого ребенка, понимаешь? Боится он его. Привязать этим ребенком боится себя. Год уже ходит, смотрит на тебя, любуется и не шагу. Год я у вас. Подумать только, как время летит. Уже весна, скоро лето. А вы так и не спрашиваете меня, кто я и откуда. Да ну мне-то зачем? Ты год уже живешь у меня, я тебя каждый день вижу. Вон ты, чужого ребенка, ростить взялась. Разве это мало говорит о человеке? А потом, посмотри, год прошел, а ведь тебя никто не ищет. Значит, выходит, и не было там ничего тогда. Вот и мне иногда кажется, ничего не было. Я не могу. Спасибо, Катя. Ты сама нарвала? Да. Она его в ведро положила, а говорит, братику отнесу. А я говорю, да зачем ему, он же еще маленький. Очень красивый букет. Кстати, в гости принято ходить с букетами. Вы... Вы садитесь, девочки. Я сейчас самовар поставлю, угощу вас чем-нибудь. Братик ваш поспит немного, а мы с вами по чаю попьем. А потом я вам его дам подержать, понянькаться. Не буду я его держать, нянькаться не буду. Вы с Катькой к вам пришли. Почему? Удовольственное занимает, и все, мамка даже померла. Я так деревне говорю. Катенька, девочки, успокойтесь. Успокойтесь, братик, ваш ни в чем не виноват. Никого не слушайте. Вот я бы рада была, если бы у меня братик или сестренка были. Так у меня мамы даже не было. Как это? Ни мамки, ни бабки? Никого. А они что, на войне погибли, как наш отец? Нет. Еще до войны. Мне сказали, что они меня потеряли. Ждала, что лая. Так никто за мной не приехал. Так что никого у меня нет. Как это никого? Да вы что, мы же у вас есть. И вся деревня, если что, мы вам обязательно поможем. Наденька. Девочки, вы мои. Девочки, вы мои милые. Ой. А помогите-ка мне вы сначала братика вашего перепринять. Можете? Да. Банку, что ли, стопил бы, а? Ты с детем посидишь. Сначала мы с Лидкой попаримся, потом ты. Я сегодня банный день решил устроить. Пойди собери все, что нам нужно для бани. Хорошо. Да, и зайди к Сиротиной. Возьми у нее такую лохань для младенца. Маленьки пойдем. Опа. 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 Здравствуй, здравствуй, Маланья. Чё? Чё говорю, с пустыми ведрами, навстречу председателю. Я вот за неурожай, тебя, Маланья, спрошу. Борешься на собраниях с предрассудками, сама в пустые ведра заглядываешь. Ладно, ты мне знаешь, что лучше скажи? Чего у вас там дома-то происходит, а? Цыган чего решил? Ребёнка-то нужно регистрировать в своё совете. Уж четвёртый месяц пошёл. Их дотянут, пацану жениться надо будет. Это уж как цыган решить. Ну да, цыган, цыган. Когда это в нашей жизни, что мужики-то решали? Лида что говорит? На кого писать будем? Да ладно тебе, вон, на три деревни вперёд все сюда читают об их свадьбе. Они не мычат, нателятся, ну. Я, Даша, в их дела не лезу. А насчёт этого дела, просто вообще ничего не знаю. Я свечку не держала. Шутишь? Шучу. Шути, шути. Смотри, тут сколько. Шучу. 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 Ха-ха-ха. И виноватым себя чувствую, и жить без тебя не могу. Будто мёртвый без тебя. Устала? Нет. Сидела бы так и сидела. Не холодно? Трава сегодня мокрая. Нет. С тобой тепло. И мне тепло, когда вижу тебя, будто солнышко взходит. Обещай, что будешь всегда со мной рядом. Обещаешь? Да. Дом для нас построю. Для тебя, для сына. Как дашь ты ему имя-то уже дашь? Сколько его можно сыном, мальцом, огольцом или ещё как звать? Ну, что ты думаешь, если сам цыган без имени? Так и мальчонке так всю жизнь. Тебя как мама звала, когда ты маленьким был? Как? Крестила. Тимофеем. Тимофей. Да? Ну вот. Сын уже Тимофеевич будет. Так не прижилось имя. Оно само по себе, а я сам по себе. Цыган да цыган. Не годится так. А я ему придумала имя. Тихон. Тихон? Тихон Тимофеевич будет. Эх ты. Ну а фамилия у тебя есть? Нет. Нет. Утина. Тогда будет как я. Смирнов. Красиво. А может и я твою фамилию возьму, как раз пишемся. А? Чего? Надо подумать. Догоняй. Греб! А! Ааа! Аааа! Догоняй! А-аа! А-а-а! А-а! А-а-а! А-а-а! Тихо. Вечер добрый, бабоньки. Здравствуйте, здравствуйте. Уже они скрываются. А что им скрывать? Они не украли ничего. Да? А Раиска глаза им не застят? Еще могилу не выровняли, они туда же. Ой, баба, да столько, сколько Лида делает для Раискиных девочек, никто не делает. Ой, и вам спасибо, вы их не бросили. Но ведь на ней грудника, да ей в сто раз тяжелее. И девочек она не бросает, и помогает во всем, и с братом разлучаться не дает. А цыган что, стал меньше соход, что ли, приносить? Все точно так же. И Маруся помогает, и тебе, между прочим, Анфис. Ту-ту-ту-ту-ту. Вы как пионерки. Наша Лида лучше всех. Гаражиха, она и есть гаражиха. Деревенская не станет уже. Ой, зря ты так. Достала она уже деревенской. Ты на руки вон на нее погляди, а. Вот, вот именно. И работы она никакой не боится. Ну, это как раз такое дело. Давайте мы ее в колхознице примем. Торжественное собрание в соседнем тенесовете устроим. Так и устроим. И примем. И примем. Ох, бабы. А я так думаю. Зависть нам всем по коям дает. Да. Хорошая она девка. Вот пусть и будет счастлива. Хоть одна из нас, да будет. На охоту собрался? Да пора. Надолго? Дня за три. Управлюсь, думаю. Да ты не волнуйся, я быстро обернусь. Ну, бабам обещал, ждут. А ты хозяйку с собой бери. А мы с Тимошкой здесь дома на два голоса покукуем, да? А вам одно и трудно будет. Да ну что ты, господи. Сестренок позовем. Пусть они потетешкаются с Тимошкой. Да? Пусть они потетешкаются с Тимошкой. Да? 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 Ох ты. Я думала, здесь дом, а здесь шалаш. А для меня дом там, где ты. С милым рай в шалаше. С милым рай в шалфу. Смельчинка. 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 Доброе утро. Смельчинка. Ты так и просиделся ночью ко мне. Или все же поспал хоть чуть-чуть. Здравствуйте. Что же ты такой, а? Хотела я тебя врасплох застать. Вот дай, думаю, не в обычный назначенный день, а чуть пораньше приеду. Ты все равно при параде. Что, платье, что ли, мое нравится? Мне очень. Она тебе идиот. Ты прям такая сочная. Как яблочко. Два последних раза ты на меня даже не глядел, когда с начальством-то приезжал. А сейчас прям как яблочко. Ну, при начальстве не имею права. А так я все замечаю. Я с замполитом был на фронте. И у меня ни одна мелочь не пройдет. И потом наслышан тут про ваши дела. Молчал уже. Лишнего при начальстве не выдать. Смерть эта странная. Ну, какая она странная. Ну, роды у Раиски трудные были. А доктора у нас на сто верст не сыскать. Ну, какие странные. Ну, что верно, то верно. Я спорю, что ли? Ну, и статистику по здравоохранению я тоже портить не могу. Пойми. Еще артистка тут эта ваша. Где вот она, кстати говоря? Она родню свою нашла? Муж за ней приехал? Ну, это что ты за человек, а? Ну, ведь не злой уроди. А лезет из тебя это. Ну, какой муж? Я же тебе рассказывала. Сбежала она. Нет никакого мужа. Он ребенка чужого ростит. Работает наравне со всеми. Ну, чего тебе еще, а? Да пусть она бежит куда хочет, Даша. Во всем должен быть порядок. Понимаешь, нет? Все, не хочу уже больше. Да сейчас опять поссоримся из-за этой. Пусть живет. Все, это твое хозяйство. Вот ты сама и разбирайся в нем. И он свое скоро новое будет. Это какой у него? Переводит меня в архангельский. Даша, я обещаю тебя и Гришку твоего забрать с собой. Ты мне веришь? Нет. Вот и спаденьки. Ты мой хорошенький. Здрасьте. Здрасьте. А родственница ваша Смирнова где? На рыбалке. Ага. На рыбалку. Она уехала на два дня. Завтра будет. Вы чаю хотите? Да, пожалуй. Я сейчас дитю только уложу. Я сейчас дитю только. А ребенок чей? Ее? Ее. Ее ребенок. А муж где? А вместе они. Вместе на рыбалку и уехали. Завтра, послезавтра обязательно будут. А я с дитем. Ну, черт знает что. Бардак. Ладно, не надо чая. Мне уже ехать пора. Предупредите ее. В недельный срок она обязана явиться в сельсовет. Что такое? Ребенок не зарегистрирован. Брак тоже. Совсем распустили, что здесь? Смотрю. О, Господи. Здравствуйте. 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 Мне идут, опишут. Интересно. Тетя Малань, это мы. Маленький мой. Сапоги сами. Заположные. Маленький мой. Маленький. Маленький. Держи. Спасибо. Вообще горячее. Будешь с дороги. Да некогда мне. Еще бабам дичь по хатам разнести надо. Капканы проверить. Я завтра зайду. Ну, бывайте. А ты? Ищи не буду. Малочка выпью. Сразу видать. С это одной любовью. Ой. Тетя Малань, кто принес газету? Это, уполномоченный заходил. Вот. Он все спрашивал про тебя. Кто ты? Документы твои. Он забыл, наверное, газету эту. Ты его не очень бойся. Он к сиротиной к нашей ездит. У них любовь. Ребеночка, говорит, вам надо оформить. В сельсовет съездить. Вот. Что ты? Сельсовет. Чтобы зафиксировать вам это Ехать мне надо, тетя Маланьевна. Муж мой. Жив. Не плюцки это. Хозяй, дочка. Утром отвезу тебя на станцию. Ему сейчас тяжелее всех. Поезжай, милая. Ну, слава Богу, все хорошо. Сдала мальца сестрам. Там, если что, Настя поможет. Присядем на дорожку-то, что ли? Все в этой жизни не складно кувырком. Ищешь счастье в одном месте. Оно всегда в другом. Это несчастье только вместе с нами рядом. Она за печкой живет. И выскакивает, когда не надо. Это у меня все кувырком. Не для меня видно счастье в жизни. Счастье. 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 Это правда. В город уезжаешь? Понимаешь, я должна ехать. Да, конечно. В городе оно тебе лучше будет. Так получилось. Понимаешь, я не могу тебе сейчас всего рассказать. Ты поезжай. Поезд он ждать не будет. Видать, не сведемся уже. За сына тебя спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не надо. Не надо. Ты никогда не была плаксой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, нам нужно это обсудить. Слушай, я все понимаю. Не знала, куда пойти. Уехала. Ушла. Жива. Спаслась. В конце концов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я счастлив, что ты цела и невредима. Я никогда не буду тебя осуждать. Это все, что я хотел сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю. Петя, я... Субтитры создавал DimaTorzok Я за все тебе благодарна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, в общем, так. Я полностью реабилитирован. Дело закрыто. Звание восстановлено. Дали отпуск. Крым. Три месяца. Домик у моря. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу, чтобы мы поехали вместе. Ну, ответь. Ну, что-нибудь. Я... Я открою. Я рада. Я так соскучилась. Я так соскучилась. Какая ты стала. Какая ты красивая. Ты похупила. Ну, ты ревешься, дурочка. Ну, ты ревешься, дурочка. Ну, ты ревешься, дурочка. Вот такая вот история, Женя. Ой. А я говорю, ты в рубашке родилась. Платформа, жар, температура, люди какие-то незнакомые. В чем тут рубашка? Я дышать... Я дышать без него не могу. Жить... Жить... Я хочу... Вон там. Я здесь. А сыночка мой... Там ведь еще... Бой Тимофей... Сыночка мой без меня остался. Лидка. Сыночка. Сыночка мой без меня. Я тебя люблю. Жить... Сыночка... Сыночка... Да, это? Сыночка... А теперь... Сыночка... Сыночка... Кто пук-пук-пук? Прости, была только плацкарта. Пётр, я хотела тебе сказать, я не поеду в санаторий. Я знаю. Поэтому купил билет в верхние ямки. Поезжай. До поезда осталось три часа. Я вчера всё слышал. Зачем? Так получилось. Поезжай. Сын, муж, у тебя всё есть для счастья. А счастье ты заслужила. Уж я это знаю. Пётр. Это приказ. А приказы ты всегда выполняла. Распустились вы тут без меня. Пётр, а ты? Нет, я тебя не оставлю. Оставишь. Поезжай. Сын ждёт. А куда едешь-то? К мужу. К мужу? Так далеко. Не просто её видать, мужик. А какой он? Муж-то? Ну да. Любимый. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА